Но вот когда Эрдоган станет султаном, друзья, он будет претендовать на Крым. Он будет пытаться вернуть по тому самому соглашению, которое было подписано, друзья, в 1774 году. Но это так говорят, что оно было так подписано. И называется оно Кючук-Кайнаджирский мир. Вот как он называется. Это соглашение, по которому Крым всегда остается османским, то есть принадлежит Турции. Помните, друзья, в одном из фильмов, кажется, называется «Темный мир», я сейчас не могу точно назвать этот фильм, там показано, как движутся ночью по ночам, движутся этажи, движутся дома, как перестраиваются эти дома, с одного места на другое переходят, и людей также переодевают, был он банкиром, стал каким-то зубным техником, или он был сегодня танцевал в казино, а завтра он уже поваром работает. И вот таких вот случаев, казалось бы, немыслимое, сегодня у нас с вами в действии. Руководили этими передвижениями, трансформацией земли и людей, руководила некая группа старцев, которая занималась, так скажем, как ей хотелось, так и не делали. Так вот, все то же самое происходит сегодня и в нашем с вами мире. Передвигается вся техника военная, военные самолеты летают, принимаются какие-то решения политические, нам о них не говорят, но это ведь действительно перестройка мира. Она серьезная перестройка мира, и мы должны понимать, что перестройка-то идет вовсю. И вот на фоне продолжающихся военных кампаний Турции в Сирии и Ливии резко мобилизовались протурецкие телеграм-каналы, которые с пены у рта доказывают, что нео-османизм, просто сказки, режим Эрдогана не людоедский, а те, кто утверждает обратное, это, конечно, криптоармяне, разжигающие антитурецкие и антиисламские настроения. Вот что можно прочитать в прессе. Это, конечно, может быть и смешно, тем более мы уже забыли вот эти национальные розни, а нам их снова вдвигают в наш мозг, вдалбливают. Но действительно, Турция до сих пор, она была светской страной. И нынешняя турецкая власть не борется с образом Ататюрка, но использует его. А как же быть-то? Конечно, использует. Это же их национальный герой. Куда же денешься, когда его поставили как пьедестал, но пьедестал – это национальный герой. И попытки вступить в ЕС, членство в НАТО, во всем этом заключается уникальность турецкого исламизма и лидера политического ислама в стране партии справедливости и развития. В этом плане Эрдоган – хитрый и умный политик, но теперь только, друзья, в пользу религии может стать самым непредсказуемым образом и сказаться на его карьере. И в конце концов, меньше века прошло с момента, когда турецкую конституцию пронзили шесть стрел Кемаля, а Ататюрка на тот момент в главном документе страны уже не было положения, согласно которому ислам является государственной религией. Да, Турция – это светское государство, и мне кажется, наоборот, это хорошо. Все, как живет сегодня Турция, вообще-то я не могу сказать, что она живет хуже каких-то других стран. И поэтому россияне любят приезжать, там всегда с добротой принимают. Вообще, турки – гостеприимный народ, надо сказать. И что сегодня вот какие-то перемены ждут, ну, действительно, они ждут всех перемены, а после пандемии мы станем совершенно иными, да, потому что кто-то перестраивает нашу политическую, так скажем, составляющую. Вот эти карты, вот эти шахматные доски, они, ну, помните, как в «12 историях» шахматной доской по голове бил тот самый игрок, который Остап Бендер назывался. И вот здесь я вам могу сказать, что, конечно, возвращение к шариату, возвращение к исламизму, наверное, для турок, которые живут-то довольно свободно. И все это благодаря, конечно, их президенту Эрдогану. Это так можно понимать. Но если кто-то понимает по-другому, может быть, я чего-то не понимаю, потому что такая вот политика турецкая, в ней нужно хорошо разбираться, чтобы делать какие-то заключения. Но то, что я вижу, когда я приезжаю туда сама, друзья, мне все нравится. Конечно, может быть, что-то там хотелось бы исправить, здесь. Но, друзья, во-первых, это не моя страна. Во-вторых, я думаю, что туркам на сегодняшний день, в принципе, живется хорошо. Эрдоган очень много делает для своей страны. Какие-то вот вещи, которые пытаются сегодня внушить туркам, ну, допустим, о том, что храм Святой Софии включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Я, конечно, не знаю, какой оно Святой Софии, но это мечеть, это однозначно джами, потому что вот это множество куполов, оно как раз и показывает, что это мечеть, это джами. Это никак не просто храм, но он, конечно, храм по натуре своей, по своему статусу, это храм, да. То, что храм включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и его нельзя сделать действующей мечетью, тем не менее, вот опасения верующих христиан основаны не на страшилках криптоармян, а прежде всего на сигналах, регулярно поступающих из Инкары. Речь идет об изменении статуса Аи Софии, шла из уст турецкого лидера в марте прошлого года. А недавно Фахрыгин Алтун, руководитель отдела коммуникации администрации президента Турции, опубликовал в своем твиттер пост с изображением храма Святой Софии с подписью «Мы пропустили это, но будьте терпеливы, мы сделаем это вместе». Может быть, конечно, Турция вернется к исламской Турции. Я вам хочу сказать, то, что храм Святой Софии будет действующим храмом, действующей мечетью, возможно, конечно, от этого пострадает туризм. Но какой туризм? Если все туризмы на сегодняшний день заблокированы, никаких туристов по меру нигде вы не увидите, никто никуда не ездит, а у себя в стране, ну извините, страна-то мусульманская, она и переходит, может быть, поэтому ближе к исламским традициям, потому что каждая страна, насколько я понимаю, друзья, поправьте, если это не так. Но, на мой взгляд, теперь в свете новых политических мер, которых нам навязали пандемией, ковидом-19, то в свете этого каждая страна закроется, как ракушечка, знаете, раз и закрылась. И вот так будет каждая страна. Поэтому, друзья, если Эрдоган сделает что-то там куда-то в сторону исламизации, исламизации мечетей, которые были и раньше-то мечетями, он никогда не был христианским храмом. Поэтому по своему архитектурному проекту посмотрите на мечеть Святой Софии, она все-таки это мечеть, это не Святая София, это не христианский храм. Какой Константинополь? Что нам рассказывают, друзья? Нам расскажут так много, и мы знаем, что вся история-то она у нас вся выдуманная. Поэтому, если президент Эрдоган сегодня в своей стране распоряжается так, как ему хочется, так, как он считает нужным для укрепления своей страны, возможно, это лучший вариант, который он может придумать. Может быть, он кому-то не устраивает, тех, кто живет за границей, но это ни о чем не говорит. Другое дело, что одевать снова платки по ранжу или там жить точно по исламу, многие не захотят, даже сами турки внутри своей страны. А там много иностранцев живет, которые тоже не хотят. Во всяком случае, все, что есть сегодня, я думаю, что многих устраивает. Вот если оно будет перепрофилироваться в сторону исламистов, то есть довольно-таки серьезно будет, как это было, скажем, до этого 18 лет правления исламизма, возможно, Эрдоган посчитает, что для него это наиболее, скажем, укрепит его позиции со стороны верующих людей. И, конечно, политики отмечают, что на фоне происходящего в Ливии и Сирии нет никаких сомнений в том, что Эрдоган использует исламизм в личных целях. А кто не так это делает? Оглянитесь вокруг. Все политики, все действуют только в личных целях. Кто действует в рамках государственности? В основном все преследуют личные цели, чтобы удержаться у власти. Власть – это наркотик. И если, допустим, Эрдоган собирается возродить Османскую империю, ну, конечно, Запад считает, что это грезы. Но эти мотивации, они подогреют вот тот самый исламизм и людей, которые придерживаются старых законов в исламе, они, конечно, будут за Эрдогана. Но Османская империя, чем было это плохо? Что будут называть теперь Эрдогана султаном? Ну, сегодня его никто не считает султаном, завтра будут. А для него это нужно, потому что власть будет переходить из рук в руки. Потому что султан передает власть своему сыну, султану, а другому никому не может. А что у нас делает батька Лукашенко? Он собирается власть передать своему сыну, которого он с детства одевает форму и везде водит с собой. И папа Римский, и президенты Соединенных Штатов, и президенты России, все с ним знакомы, с этим мальчиком. То есть он, батька Лукашенко, получил такую индульгенцию на то, чтобы со своим сыном ездить везде и знакомить его со всеми правителями всего мира. Батька Лукашенко получил индульгенцию. А почему бы это не сделать Эрдогану? Но вот когда Эрдоган станет султаном, друзья, он будет претендовать на Крым. Он будет пытаться вернуть по тому самому соглашению, которое было подписано, друзья, в 1774 году. Но это так говорят, что оно было так подписано. И называется оно Кючук Кайнаджирский мир. Вот как он называется. Это соглашение, по которому Крым всегда остается османским. То есть принадлежит Турции. Нет, не Турции, друзья, а Османской империи. Это разные вещи. Османская империя и Турция. Османская империя была громадная, а Турция маленькая. Вот, возможно, Эрдоган это делает для того, чтобы расширить свои границы. Но Крым по этому соглашению Кючук Кайнаджирскому, он должен, как только он переходит из российского подчинения в другое, а в частности украинское, то в это время Османская империя в лице Турции имеет право забрать Крым обратно. Вот что значит это соглашение. И у меня есть ролик, друзья, где я рассказываю о том, что в 1996 или 1995 приезжал в Крым сын Эрдогана, приезжал как наследник, как султан, молодой султан, приезжал знакомиться со своей отчиной. И его в Крыму вот этим вот поклоном принимали. Но на Крым претендует сегодня и Израиль, как мы знаем. Так вот здесь, друзья, для того, чтобы решить статус Крыма, нужна война между Россией и Украиной. В настоящее время так. В результате этой войны кто победит, тот и передаст Крым в руки. Если победит Россия, то она передает Крым в руки Израилю. Если побеждает Украина, то Крым отходит в руки Османской империи. Вы понимаете, насколько карта мира, насколько политика, дело такое, что нужно проглядывать дальше. Одно дело, просто Эрдоган хочет Османскую империю и хочет стать султаном. Это как бы ближайшее рассмотрение. Второе дело, война между Россией и Украиной вполне возможно за Крым. Это тоже все возможно. Израиль будет на стороне России стоять однозначно, а вот Турция, скорее всего, поддержит Украину. Как только Крым переходит в руки Украины, то автоматически Крым становится в Османской империи. Так что на Крыме завязаны интересы Османской империи и Израиля. Вот они, сталкиваются два противника. Собственно говоря, не противника, а те, кто хочет забрать этот красивый мир, Крым. Ну, такая красивая-красивая земля. Олимп богов, как я его всегда называла. Вот кто останется? Но это уже покажет та самая ближайшая война, которую я все-таки ожидаю. Возможно, ее не будет. Но, возможно, и будет, друзья. Потому что война в Крыму зависит еще и от войны на Ближнем Востоке. Я имею в виду Ливию и Сирию. Потому что там будет проходить китайский шелковый путь. И вот здесь, друзья, здесь, конечно, столкнутся интересы еще и Китая. Но это все на будущее. Об этом мы с вами поговорим в следующий раз. Вот, начали с одного, а закончили совершенно другим. Я Таня Карацуба, Сиидбургхан. Пишите в своих комментариях, интересно ли вам вот такой разбор аналитический, когда мы так вот ниточка за ниточкой вытягиваем с одного места и приходим совершенно к другому. Вот это и есть изменение мира вот этими самыми нашими 22 старца, которые там где-то наверху сидят и смеются над нами. И нами управляют, как марионетками за ниточки.